Речь идет о юридическом подходе естественно-ночном к образованию. На самом деле, одна из главных противоречий, которые существуют в современной российской цивилизации, это противоречия между созидающими людьми и так называемыми юристами, то есть законниками. Кажется, мы, что все устремлены к правовому государству, и тем не менее определенного рода противоречия налицо. Неусловно, гранями такого противоречия является известное противопоставление между так называемыми эффективными менеджерами и инженерами. Мы все понимаем, что в нынешней российской государственности инженер находится в запрещенном положении, а эффективный менеджер, который ничего не знает о черчении или чем-либо еще, но это различные администраторы и исполнители. У тебя администратор всегда представитель юридический менеджер с хосословия, а исполнитель, то есть подчиненное лицо, у тебя всегда этот, скажем, инженер, как правило. Если ты выбираешь карьеру инженера, допустим, то таким образом ты никогда не станешь администратором, он станет другой человек, и такой будет. Потому что функции управлять и функции исполнять, это разные. Да, казалось бы. Но есть ли здесь противоречия между функциями управлять и функциями исполнять? На самом деле, вот этот самый аспект, мы и постараемся о нем говорить. Что такое юридическое отношение к миру? Юридическое отношение к миру, это когда нечто является истиной, если оно записано среди каких-то документов. Ну что означает, что я являюсь собственником этой квартиры? Потому что у меня есть такая бумажка, так называемая зеленка, где указано, что я являюсь собственником такой квартиры. То есть у тебя, помимо права собственности, которым я, безусловно, обладаю, то есть я являюсь собственником, есть еще некоторый документ, который меня в качестве собственника обладает, удостоверяет. В самом деле, есть два подхода к моему пониманию собственности этой квартиры. Первое, что я действительно собственник, то есть собственник по факту и по существу, так называемой легитимности. И вторая ситуация, когда я являюсь собственником этой квартиры по праву. То есть у меня есть некоторый документ, с которым я соотношусь, в котором написано, что я являюсь собственником этой квартиры. Когда я анализировал, пытался количество посетивших наш канал на Ютубе по статистике, я, с сожалению, увидел очень странную вещь. Ну, во-первых, оказалось, что нас смотрят люди, мягко скажем, не молодые. Средний возраст мужчин 48 лет. Средний возраст женщин около 60. Женщин всего 10% от всего этого нашего народа. Мы попытались завести такой проект, так называемый университет философского штурма. Мы считали, что молодежь тянется к знаниям. Это знания у ее вузовские преподаватели и не удовлетворяют обычные. Поэтому давайте попытаемся дать ей самое лучшее. Запишем и выложим в форме видео и форме аудио. На самом деле статистика, которая говорит по поводу посещения нашего канала, говорит, что люди до 25 лет сюда вообще не заходят. Он им не интересен, он не нужен. Тем не менее, у нас почти все население нашей страны учится в вузах. Оно все получает высшее образование. Есть опять два здесь разных подхода к высшему образованию. Первый подход, что образование это то, что тебе дает определенные знания. И второй подход, ты обладаешь дипломом высшего образования только тогда, когда у тебя есть именно диплом о высшем образовании. Ты инженер, потому что у тебя написано в этой какой-то бумажке. Здесь возникает чрезвычайная простота, которая, так скажем, ближе всего к кавказскому отношению жизни. Когда человек берет, покупает три диплома и полагает, что он трижды инженер. Приведен юрист, медик и кто-либо еще. Здесь что представляется наиболее существенным и интересным? То, что человек, который находится в таком юридическом подходе жизни, оказывается внутри некоторого постоянного целостного себя. Почему инженер? Потому что у меня есть такая бумажка. Как я должен стать этим инженером, чтобы получить эту бумажку? Как я могу получить? А куплю, заплачу преподавателю что-либо еще и стану инженером. То есть инженер это тот, который имеет определенного документа правовой. А этот документ правовой может, в свою очередь, оказывается достигаться совершенно произвольным образом. Это похоже на то, как нам реформируют пилицию. Надо переименовать ее в полицию, бумажки написать, что в полиции, и все, значит, изменится. Ну, это очень важно, что оказывается, что похоже на то, что современное молодое поколение, оно находится вне приобретения, собственно, знаний. А оно оказывается в таком круговороте бумажных документов. И я вот этот такой подход называю подходом юридическим. То есть ты пытаешься приобрести какой-то статус, но этот статус ты приобретаешь в самом-самом факте. Ну, ты его, разумеется, девалируешь, потому что о знаниях здесь не идет речи. То есть все учатся, все работают в этом году, все приобретают эту бумажку. Все это сопровождается всевозможным угодно-коррупционными схемами. Вот, что это дипломы получаются. Из большого количества вузов, в которых занятия за год, например, чтобы получить, они связаны только с выплатом определенного рода взносами, буквально происходит через 6 лет. Такая ситуация возможна лишь только благодаря практическому отсутствию реальной экономики. Потому что, если бы реальная экономика была, человек с купленным дипломом пришел на место инженера, ему сказали, вот тебе пульман, пожалуйста, держи занят. Согласен, согласен. У тебя, ты оказываешься в некоторой ситуации вот этих постоянных отсылов. Вот ты в это крутишь. Это чисто виртуальная деятельность. Это поразительно. Ну, про интеллигенцию уже обсудили. Дело в том, что получая диплом инженера, ты должен пойти инженером, а пойти куда угодно. Понятно. Но ты находишься опять в этом, больше всего удивляет простонадушная уверенность в том, что если они получат диплом инженера, то они являются инженером. Если не получат диплом врача, то они не являются врачом. То есть нету тяги к собственных знаниям и узнаванию. А есть непосредственная тяга к получению дипломов. К внешнему антрюбу. Ну, это статус. Который признается статус. Да, получение за статус. Статус граничит с другими вещами. Либо ты статус завоевываешь своими достижениями, и доказываешь, что ты, например, ученый или инженер какой-то. Либо ты статус получаешь, потому что у тебя есть просто бумажка. Независимо от того, можешь ты что-то сделать, или не можешь. У тебя есть свидетельцы. Здесь как раз юридический подход, естественно, научный. Отличается тем, что для тебя всегда реальная деятельность не важна. Тебе важна эта юллюзорная деятельность. И ты после этого тоже будешь находиться в этой некоторой юллюзорной деятельности. Ну, сложно быть, юллюзорной деятельностью, если ты врач, практикующий врач, если ты там, выкунул дипломы. Ну, опыт показывает, что можно. Современный опыт врачей показывает, что можно. Что тебе обменил некоторые знания, позволяя тебе в этой ситуации жить и существовать. Ты становишься врачом общей практики, осваиваешь неслужный набор команд, и ты ими занимаешься. Ты можешь хирургом быть таким же. Нет, предназначение на свете человека. Хирургом-то это уже совсем сложно. Ну, вот и можно. Ну, как, если это только каким-то хирургом, то вообще нереально. Ну, почему? Если ты можешь быть хирургом, и вести приличный прием больных пациентов. Ну, да. Как-то в поликнике. Ладно, хорошо. Ну, допустим, мы различили два вида статусности. Они на статус с помощью как-то внешнего, бумажки. Я не понимаю, что речь идет о какой-то изнутри. Вот Владимир Акик, по-моему, называю. Он говорит, что из мира утекает смысл. Смысл утекает тем способом, что, ну, например, ты не можешь, что есть понятие, допустим, здоровье. Здоровье не купишь, но ты можешь купить лекарства. Знания не купишь, что по-настоящему мнению. Приснетительность – это по французской философии в лице, так сказать, постмодернизма, если так говорится, дейдос и прочее. Конечно, они об этом говорят. Когда говорят о симуляторе… Симулятор – это и есть, да. Вот у тебя и есть самый типичный симулятор. Именно так и есть. То есть, как раз оказывается, что юридический подход к жизни – это симуляционный подход. Да, именно так. Но для меня, для большим ответов, когда мы все наблюдали за битвой между Абрамовичем и Борисовским, оказалось английское правосудие. Я и раньше знал, что там у нас сильно отличаются от юридического. Казахстан в банке – это образец его эксприденции, да. У них нет конституции. У них нет бумажки, к которому они отрисуются. У них право собственности. Это не то, что ты бумажки в лице реакционировал, что ты записан, что предъявляют Табрамовичу. Да, что он там записан, а Березовский не записан. А то, что ты по понятиям. Судья может понять, на самом деле, что ты реальный и веришь в собственнике. Хотя ты в никаком лице не записан. И на этом основании они пытаются судить. То есть, тут я вам привести другой пример. Он как раз знакомый сейчас в Акре. Он говорит, что там без бумажки тебя не примут никуда на работу. Как ты без бумажки получаешь, никого не волнуй? Это да, это да. По большому счету. Но, тем не менее, есть, по крайней мере, другой подход. Но у тебя есть подход, например, когда ты учишься в УЗИ, ты приобретаешь знания, а за компанию ты получаешь бумажку, следующее, что ты их приобретаешь. А есть юридический подход. Но там по другому не придумали нельзя. То есть, там бумажку ты и там ездишь. Там действительно нужно учиться. Есть другой подход. Ты учишься, ты можешь уже учиться ради бумажки. И банки не можешь бумажки. То есть, ты говоришь от системы контроля. Что у нас система контроля плохая, поэтому у нас любой человек может не учаться получить это. А у них типа хорошая. И очень интересно, что авторы нашей реформы образования, они как раз исходят из этого подхода. Что нам надо уже источнить и улучшить систему контроля. Та человек, чтобы получить бумажку в УЗИ, вынужден, на самом деле, будет учиться. А есть другой подход. Когда ты именно стремишься, а у тебя бумажка получается в качестве чего-то обычного продукта. Я понимаю. Два подхода. Рука-то какое-то отношение к развлечению администраторов и инженеров имеет, я не очень понимаю. Потому что первый подход. То есть, подход ко мне. Могут же быть администраторы. Не важно. Есть у них бумажка или нет. Просто администраторы. Нет. У тебя, когда речь идет об юридическом некотором вещи, об юридической вещи, у тебя чисто юридический подход. Ты учишься для того, чтобы получить бумажку. И у тебя есть другой подход. Когда ты учишься для того, чтобы обладать знаниями, параллельно образуешь бумажку. Во-первых, подход юридический, а во-вторых, называю естественно-научный подход. Вопрос. В обществе какое признается? Это же зависит от общества. Мы пытаемся строить правовое государство. Что значит правовое государство? Это означает, что мы пытаемся строить общество, в котором доминирует первый подход. И здесь есть два различных способа. Один говорит, что он коррупционный. А второй говорит, что Навальный, он критикует, нам надо лучше контролировать чиновник. Но при этом Навальный остается юристом, а мозг — это костей. Это тоже первый юридический подход. Нет, почему? Если он действительно юрист, и ему не важна быть Маша. Как раз он является представителем второго. Ты всех юристов записал, как будто все они обманщики. На самом деле это же не так. Не все же юристы. Юристы только благодаря бумажке. Есть же юристы. Ты считаешь как бы товарищи инженеры. Подождите. Ну, нет. Речь идет же не о том, а о различии в самом подходе к жизни, к обучению. Либо ты делаешь, в первую очередь обладаешь знаниями и компетенциями. А может такое быть, что он обладает и знаниями и компетенциями, но все равно бы получает бумажку. Бумажку получает автоматически. Ты хорошо поучился, ты много в чем разобрался, ты получишь бумажку. Правильно. Это один подход, принципиально один. Не, просто важно не как ты это получишь, а как это будет воспринимать со стороны. Вот ты придешь, например, и тебе кто спросит себя, бумажку или знания? Да бумажку. Ну, потому что есть некоторое ощущение такого, что у тебя бумажка соответствует знанию. Но это представление современного общества. Да. А ты можешь работать совершенно образом. У тебя вот есть этот баллонский процесс, так называемый. У тебя есть количество экзаменов, которые ты должен сдать. Каждый экзамен тебе добавляет какой-то балл. И ты работаешь не в качестве знания какого-то общего этого, а каждый раз ты сдаешь вот этот экзамен. И ты, разумеется, при этом как-то обогачаешься. Чуваки, которые придумали ЕГЭ и всякая прочая остальная вещь, они говорят, что в процессе вот этого восхождения, так называемого баллонского процесса, ты и станешь специалистом. Вот это и есть юридический подход. Он может, действительно, привести каким-то образом к этому, к специалисту. Но здесь есть громадная проблема. То, что человек, который занимается знанием, он открыт для нового. Тот, который занимается получением бумажки, для нового закрыт. Ему лежу. В чем дело? Я почему говорю, что Навальный и современная наша система, и Фрусенко находятся в одной стороне? Почему? Потому что Навальный как раз говорит о некой ситуации без коррупции. Когда ты не деньги покупаешь на каждом этапе, а действительно сдаешь экзамен. Вот при этом он стоит самая арка категоридического закона. У меня знания не важны. Ты восходишь по ступенькам. То есть у тебя система экзаменов, оказывается, превалирует над твоими конкретными знаниями. На чем ты устраиваешь? Мне вот, казалось бы, несложная мысль, но это тяжело высказать. Согласитесь, да? Что есть определенного рода вещь. Понять это как? Мне самому было это очень сложно сделать. Вот идея правового, в том числе и государства, она как раз основана на том странном представлении, что у тебя есть некоторые экзамены, по всякому уровню, сертификаты, которые ты должен выполнять и сдавать. И в процессе выполнения этих сертификатов, ты на самом деле будешь обладать определенного рода знаниями и умениями. Здесь нет противоречия в том смысле, что когда ты сдал определенный экзамен и получил бумажку, но ты работал ради бумажки, но ты обладаешь определенным по крайней мере знаниями. Другое дело, что ты можешь работать только в качестве исполнителя. Ты не сможешь создавать новое. Тот, кто работает не ради бумажки, а ради знаний, он становится администратором. Нет, просто мысль Игоря выскажу, как он хочет высказать. Мысль в том состоит, что есть знания, как они есть. Они безотносительные, как принимают, сдают ли их. Нет, почему есть бумажки? Сдают экзамены, не сдают экзамены. Есть просто знания, вообще безотносительные всего остального. Есть социальное общество, есть целое, оно как-то требует от человека проверки соответствующего тому, что общество у него думает или нет. Один поход состоит в том, что у тебя есть знания какие-то безотносительно всех проверок экзаменов. А другой поход состоит в том, что есть экзамены. И твое знание, оно только тогда знание, когда экзамены установили, что оно знание. Понимаешь? Вот есть, как бы, сама сущность, а есть некие способы, каким проверяет соответствует мне эта сущность. Я сказал-то правильно, но ты не сказал лучше, чем я. Здесь ты еще до другой страны подошел, потому что здесь нет момента, ради чего получается. Нет, я и хотел сказать до конца, но, конечно, если я буду говорить, а на середине будут прервать, я, конечно, ничего не выскажу. Вопрос состоит в том, что, в конце концов, получается так, что вот это вот способом проверки знания превалирует над самими знаниями. То есть люди понимают смысл. Когда социальное целое требует от тебя как бы с чему-то соответствия, они понимают, что это важнее, чем само знание. Вот есть знание, да, оно безотносительно важно. Проверяет его или нет, соответствует, что ты к какому-то уровню или нет. Но для людей получается, что проверка этого соответствия, этого знания некоторому идеалу важнее. И они это понимают, люди осознают. Зачем нужны знания, если самое главное – это проверка? Да. И они все делают ради проверки, а не ради знания. Значит, знание превращается в насчетничество. Тебе важно иметь такие знания, чтобы ты выдержать проверку. А поскольку ты проверку выдерживаешь, то по факту получается, что ты знаешь. Потому что определение того, что есть знание, оно выражается только в проверке. И если ты проходишь проверку, то это просто по факту означает, что ты знаешь. А не в том, на самом деле, что ты на самом деле знаешь. И вообще это безотносительно правильно. Все вот так правильно. То есть вот такой своеобразный юридический подход. И вот это очень интересно. Возможно ли вообще удержаться на ситуациях первого подхода, или всегда будет превалировать юридический подход. Я еще раз обращаюсь, что так называемая позиция Навального, она всего лишь состоит в технологии проверки. Они говорят, что мы диплом купим за деньги, а Навальный говорит, не, я вам за деньги купить диплом не дам, бабушки. И на самом деле учиться. Но это один и тот же самый был. Одна и та же парадигма. То естественно научная ситуация поиска. Ну то есть само знание как знание безотносительно каких-либо проверок. Какое дело проверки и нет отношения к этому знанию? Ее как таковой нет получается. Ее как таковой нет. Ну по идее вот как наука зарождается? И поэтому отчасти тот замечательный тупик, который мы находим в западную цивилизацию, является как раз следствием такого превалирования западного подхода. Я многократно говорил о том, что если ты занимаешься фундаментальной физикой, и будешь пытаться строить эту теорию начнете на другом, как только на теории ствол, это уже так 50 лет продолжается, то твоя семья будет голодать. Ты не получишь никакого гранта. Ты получишь по шее. И ты потеряешь право заниматься своей работой. Ну то есть создается определенный клише, в рамках которых ты признаешь, что общество выделяет тебе определенные блага. Я не очень понятно, для чего это делается. Я просто расскажу вам, что как бы есть мысли там. А это проще. Опять мысль Игорь высказал, но скрытым образом. Мысль это в чем состоит? Мысль состоит в том, что был какой-то идеал, есть идеал науки. Что такое идеал науки? Искать истину. Безотносительно каких-то общественных мнений. Безотносительно того, какой есть социальный запрос. Безотносительно того, как это относится к тебе лично. Нравится тебе или не нравится. Ты просто занимаешься наукой, потому что ты ищешь, ну если так говорить где-то величаво, как бы истину ищешь. А теперь другой разговор. Ты хочешь искать истину. Ну а социальный запрос есть. Социальный запрос ему неинтересно, что ты истиной там занимаешься. Так и насрать ему. Вот ты выполни наш запрос. У нас есть социальный запрос. Понимаешь? И ты должен работать в рамках этого социального запроса. Кстати, еще не только в социальном запросе, но и как бы в амбициях людей, которые занимаются наукой. Когда, допустим, молодой человек учится, скажем, допустим, на физике, мы помним себя, будучи студентами, все крайне амбициозно, всем хотелось быстрее публиковать какие-то научные работы. Быть уникальным. Да. И, собственно, изучение основ науки фундаментальных вещей воспринималось скорее как нечто такое, что нужно побыстрее вот так вот пройти и быстрее конкретным задачам публикации к тому, что дает как-то признание. Но ты говоришь, что люди не наукой занимаются, а занимаются движением по социальной листике. Да, то есть вы находитесь, и опять как-то странно в этой проблематической обрадигме. Да. Опять, на самом деле, важно то, что социальных социум спрашивают с тебя. Тут ведь в чем проблема? Проблема еще состоит в том, что социальный запрос всегда усредненный. Ну как что? Социальный запрос может только то запрашивать, что может понять. Она, например, понимает, как-то выработалось у нее, что важно. Вот она это важно и запрашивает. А может быть важно, но уже другое. Понимаешь? Это раз. А во-вторых, социальный запрос всегда консервативен. То есть вот, если вдруг возникает какой-нибудь выскочек, который говорит, да вот эта теория вроде не верна. А уже там, например, считается, что эта теория, она вот авторитетная. Большинство проголосовали, что типа вот такая теория должна быть. И если она не верна, то это как бы как выразился однажды Гигель. Ваши теории, Гигель сказали, что не соответствует факту. Тем хуже факту. То есть они говорят, факту не соответствует, но тем хуже факту. По столе коллайнера, понимаешь, не могут найти частицы Бога. У тебя возникает противоречие между ученым, скажем, инженером и администратором, и менеджером. Почему? Потому что менеджер, как в Болынском этом самом процессе, поэтапно и требует от... Да. Кто такой ученый? Это ученый хороший. Это кто публикует 2-3 работы с высоким рейтингом на цитирование в ведущих прочных журналах. Вот ты ученый. А если ты их не публикуешь, а ты их не публикуешь, потому что тебе не нравится, скажем, теоретического, то ты не ученый. Я бы, кстати, сказал, что как раз наоборот топ-менеджеры, то есть те, кто рядом, они как раз наоборот являются людьми хиатинными и работают не ради бумажки, а как раз наоборот. Ты не понял смысл этого? Ну, да, конечно. А эти ребята, 20-30 страниц работ, которые в год публикуют, он тоже очень хиатинный. Просто топ-менеджер, он критерий вырабатывает, оценки. Он сам не понимает, о чем идет речь. Он вырабатывает критерии. То есть сам он является зданием ради знания, а требования выявляют другим. Уже больше. Он вырабатывает запрос вот этот, социальный. Он говорит, вот ученый, ты выдай мне на гора, а ученый может выдать на гора, только в рамках запроса. Он говорит, вот выдай мне на гора, подожди, подожди, как раз создают новое. Как они создают новое, если они только... Подожди, мы разделили, что есть функция управления, есть функция созидания. Созидает технари, управляет администратором. Нет, а чтобы создать новый социальный вопрос, это что, не новое? Чтобы создать планшетники, это что, инженер сидел, думал, что... Никто не отрицает, что при таком подходе тоже есть реальные люди, которые эти статьи пишут в большом количестве, два-три в год. Реально хорошие работы по физике. Это реальные хорошие работы. Делаются новые открытия, делается еще чего-то. Точно так же и человек, который будет честно сдавать экзамены, один экзамен, второй, третий, четвертый, пятый, экзамен ради экзаменов. Он у тебя все равно... Какой-то уровень приобретет. Уровень, конечно. Нет, нужно, опять же, отличать, что, если человек идет и сдает экзамен, для того, чтобы получить диплом или какой-то там... Или человек идет здание ради знаний и параллельно получает. А за что нужно эти экзамены, если главное знать, зачем вообще экзамен? Не, ну а как обещать, допустим, того, кто плавный... А не надо отвечать, если, если, условно говоря... А кому дать денег на развитие? Я еще раз говорю, вот правильно, о том и речи идет. Вот есть внешнее управление, знания, понимаешь, и управляют они каким образом? Они вот считают, что вот это важное, и туда деньги посылают, и там, значит, что-то развивается. А знание само по себе и в идеале, на самом деле, истина ведь не зависит от того, куда деньги дают. Истина не должна зависит от того, что финансируется. Истина она сама по себе, финансируем сама по себе. Ну вот в этом, в этот весь ясно, в этот... Это все понятно. То, что способ распределения этих денег может быть справедливым, несправедливым, это уже второй вопрос. Да вы все скатываетесь в какую-то политику, что ли, в этом есть, условно говоря, истина, она безотносительно всех внешних вещей. Это все понятно. Об этом речь идет. А на самом деле, это истина, точнее, исследование учет. Истина из вне администраторами управляется тем способом, что деньги выделяются, что запрос сформируется и так далее, и так далее. Вот сейчас сформировался запрос нанотехнологии, да, и вот как бы администраторы пришли к технологиям и говорят, а вот дайте нам нанотехнологии. Ну вот это все в гамках, если бы это было так. Именно так. Возникло сверху как-то. Никто не собирается никакие технологии развивать. Как бы у нас. Вопрос не в этом состоит, что вот голову ударило моча, условно говоря, то пандажем. Они решили технологии развивать. Да они могут и... Ну теперь это развивать. На этом пути действительно возможны и порывы, и успех, и все это возможно. Как и ты, если ты сидишь, Навальный, это уже тоже прав. Если ты действительно будешь сидеть и на каждом этапе кого-то контролировать, но ты все равно, то у тебя будет определенное достижение, успех, что-либо еще. Но порыва не будет. Хорошо, контроль. Контроль. Это вообще не можно. Контроль, каким-то образом. Можно ли заатакил, чтобы он не мешал, чтобы он не мешал, а поддерживал. Володь, давай не скатываться к ерундею. Да мы все уже разделили, все уже понятно. Нет, фундаментально проблема... Но если бы можно было как-то это сделать, я не знаю, как это сделать. Нет, фундаментальная проблема состоится в понятии эксперта. Кто такие эксперты? Кто будет оценивать, что является на самом деле знанием, то, что прорву, а что является ерундею? Это не эксперта. А, я думаю, мотив. А вот сам и скатываешься. А почему здесь эксперты? Эксперты, при том, что на самом деле эксперты должны быть между администраторами и этими технарями. Эксперты должны понимать на самом деле техническую сторону дела, чтобы говорить о том, что вот это является прорыв, и объяснять с другой стороны администратору, почему это важно. Вот это обобщенная позиция Навального и есть, что у тебя должны быть полифицированные, честные... А как иначе-то? А вот как иначе? Нет, ты хочешь сказать, что технари сами выйдут, что ли, иначе что-то делаешь? Вот как это сделать? Ну, функции власти и функции этого производства всегда разные. А очень похоже, что проклят Иберия умел это делать просто так. Он был и сам, был тем же самым этим администратором. Он был администратором, но та ситуация, в которой она была, она, тем не менее, в России на тот момент, то есть в Советском Союзе. Но был запрос о бомбу сделать, он и сделал. Я не понимаю. В чем там? Никакой Арк�инир. В смысле? Чем там добавить часто? Нет, у тебя, еще раз, у тебя речь идет об образовании любой деятельности, либо ради собственной деятельности речь идет, у тебя речь идет о ради собственно деятельности, либо у тебя понимается эта деятельность как всех чем восхождения по определенным формально задным правилам. Вот если эту ситуацию формально заданных правил умеешь просто удержать, ты же тоже можешь гони двигаться. Они как и думают, ничего другого нет. Нет никакого чистого знания, а есть вот эта самая вещь. Почему мальчик не идет за знаниями в какой-то некосударственный русский? А потому что для него четко ясно, что получение диплома – это и есть квалификация. То есть получение диплома – это и есть квалификация. Можно ли выставить эту систему квалификации таким образом, чтобы она не мешала знанию? Вот это слово и называется «эксперт». А Берия здесь при чем? Да? Берия здесь при чем? Потому что Берия отвечала у нас за развитие науки в советском северном и вековом времени. И очень похоже, что каким-то образом тогда в России удалось поставить такую систему инноватику, которая находилась вне этого юридического подхода, так называемого. Вне юридического. То есть человек просто останка, если он обладал этими способностями к науке, то он мог просто перекоп подняться к вертикали. Да, но он двигался именно ради науки. Как он мог? Мог, мог, мог. Ну вот он и состоит. Но он двигался всякий раз. То есть ты приходишь, что ты сам делю словно? То есть его принимало общество? Ну не общество, а система этого человека принимала. Просто был ли он диплом или нет? Стой, я просто сам не понимаю, как эта штука работала. Если бы я что-то не понимал в этом, как она работает, я вам что-то сказал. Ты у него сейчас приходишь, и тебе что требует? Требует какая-то степень есть, у тебя есть, хорошо. А публикации есть, а публикации нет, хорошо. А преподавали, не преподавали. Все, это там, вы нам не нужны. И он правил, и правильно не подходит, и нормально научно будет, подходит это так. Но либо у тебя эта деятельность, которая, обучение, скажем, она связана с обладением некоторым смыслом, то есть именно знаниями и компетенцией. Либо эта деятельность состоит в получении экзаменов, которые, как надеются, управляющие органы. В время сдачи этих экзаменов действительно получите знания и компетенции. Между этими двумя подходами, хотя они на словах сложные различения, Тот пример, который ты первой же была, говорит о том, что то, куда пришел человек, и у которого спрашивают, были ли у вас то-то, то-то, то, то, говорит о том, что им не нужен этот человек, который не обладает этим. Им нужен человек определенный, который будет в определенном раке и учить, и двигать. Как раз вы к этому опять Espaante. То есть им не нужна наука ради науки, и нужен человек, который будет таким же, таким же. И техüong to точно больше. Человек, который будет соответственно эти критерии продвигать дальше. Если у тебя был настоящий ученый, то он все равно будет соответствовать всем этим критериям. У тебя настоящий ученый, он все равно будет публиковать статьи обязательно. Будет соответствовать этим критериям. Ну я не знаю, я не думаю, что Булат, я конечно говорю, его личный пример привел. Да он свой, но OM. Нет, я могу публиковаться. Неудачный. Но, тем не менее, это не означает, что ты один из моих махтов. Это – неудачный пример зрения. Просто то место, куда ты пришел устраиваться на работу, оно требовало другого человека. Принципиально. Нет, я на самом деле не вижу, я вижу только одну проблему. Что есть некая проблема, действительно, различные функции администрирования и производства. Ты как раз... Но их можно как бы привести... Ты как раз когда говоришь об экспертах, это ты говоришь о хорошем, честном чиновнике. Нет, я говорю о технарях и администраторах в одном лице. Вот эксперт это тот, кто и с технарями, и с администраторами. Кто понимает, что нужно администратору, кто понимает, что делают технари. Вот он как бы вот такой посредник, да? Он это может объяснить на самом деле. А я хочу сказать, что проблема состоит не в слабой компетентности, не тем, что менеджер не обладает инженерным образованием, а в самом юридическом подходе. В самом правовом подходе. Либо это окажется в ситуации некой правовой парадигмы. Ну а сам говорит, что вот тут ученые, задачи будут этому правовому подходу соответствовать. Не правовому подходу, он будет в первую очередь ученым. Ну ты сам говорит, что он будет всем этим предметом. Хорошо, возможно ли ситуация не юридического подхода? Да, по-моему. Где? Такой пример есть? Ну вот похоже, что инновационная система России в 30-х, 40-х, 50-х годов была именно такой. Интересно. Почему же она тогда выродилась? Ну выродилась, мистер, и наказалась. Замочили бы Игорь и Игорь и Игорь и Игорь. То есть получилось, что от одного человека зависит вся система? Если честно, Игорь, конечно, идеализирует. Игорь, во-первых, в последнее время идеализирует эти времена. Игорь, Игорь, теперь выдающийся деятель, администратор и так далее. На самом деле, конечно же, есть действительно функциональная проблема. Каким образом разные функции могут работать гармонично? Есть функция управления, она просто действительно... Настолько стала как бы определенные выделенные функции от всего прочего. Просто управление, даже есть целые факультеты управления и прочее. Это просто определенная самостоятельная функция. И есть действительно производство, всякого рода. Техническое любое производство, в любом смысле. Производство даже этих кадров, производство ученых и прочее производство. Производство реальное производство, техническое производство. Производство знаний и так далее. И эти функции, они действительно различные. Как они должны гармонизировать, как спридуют такую систему, чтобы и то, и другое развивалось? Ну, это есть этот вопрос. Да, это для определенного года задачи. Но в первую очередь, есть маленькая локальная задача, которую мы должны все решить. Мы же понимаем, что дворник, уборщица, которая моет туалет, в котором в здании научно-исследовательского института, где люди занимаются наукой, является личностью высокого социального статуса. Но почему управленец, так называемый, вот этот самый управленец, он же такой же технолог, он тоже моет туалет, судя по всему, в научном институте, является личностью такого, безусловно, высокого статуса? Почему он выше любого ученого? Вспомним, как были организованы советские университеты. У них всем управляют. Ученый совет. Ученый совет. А ректор, это был человек, который выбирал ученый совет, который занимался административной работой. То есть был подчиненным по отношению к ученому совету. Вспомним, кто такой был декан. Декан и тот составляет расписание. Вспомните все это? Вспомним, как он сказал, декан. Работает с дворочниками и что. Он не является командиром, он не является главным на факультете. Это поразительно. Вспомним, как это было организовано. Теперь же время победы административной пирамиды. У тебя ученые советы разогнанные находятся к подчинению ректора. Ректор, это чиновник, который обладает всей талантой власти в университете. И декан, это тоже является некий чиновник, статус которого обладает высокой силой. Вспомним, что Гергеев у нас является деканом одного факультета, Кудрин, то есть бывший министр экономики, другого. Он что, расписанием будет заниматься? Я понимаю, что он был заведующим кафедром, не просто ординарным профессором. Но почему он собирается стать просто деканом? Ну просто у нас это так сложилось, на самом деле, да. То есть везде победа вот этих так называемых управленческих, то есть юристов юридического подхода над здравым смыслом. Ну вот, это простой пример победы над здравым смыслом. Может быть, в этом и каждый заключается проблему, потому что новых-то у нас и нет. Да. И они начинают внутри самого себя создавать эти виртуальные, если я за Стасом скажу, симмуникационные структуры. У тебя в статье институт такой ситуации. Абаба позывался в некую административную структу. Меня мама сейчас сделали Арктический университет, она там заведет кафедры. И она говорит, что такое количество документов, которые они теперь поворачивают, ни к fiber- keran-шеняма. Отчеты, заявки, везде идет мощная эскалация этого бумажного оборота. То есть этого симмуникационного вихря. Воспроизводство этого. Да, симмуникационный вихрь такой происходит. Реальные деятельности за этим, к сожалению, скрываются. Совершенно никакой. Хотя при этом ремонтируются туалеты, фасады, здания, что-нибудь еще. Все это делается. Но как таковая, у тебя есть чиновник, а там напрямую, это федеральный университет, напрямую, я так понимаю, теперь назначают ректора сверху, как и все с его проекта. То есть они есть, они квалифицированы, они умные. А выше кроссового власти думаешь по-другому, что ли? Да. Это все копируется сверху донизу. Вся система, она просто копируется по единому шаблону. Это элементальное различие между зарплатой профессора и ректора. А у ректора, скажем, это полтора миллиона, а у профессора 50 тысяч в месяц. То есть это в три циферации. Я говорю, это все копируется по анекому шаблону, который задан на верховную власть. Поэтому если ты инженер, если ты ученый, то для тебя путь как бы наверх закрыт. Ты можешь подобраться наверх, но ты при этом перестанешь быть инженером и ученым. Ты вовлечешься в производство то есть инженерационного вихревого потока. То есть вот это простой, простейший. Да, в нашем случае у нас, да, в нашей стране именно так оно и есть. Я называю это, что у нас страна дураков, потому что вот именно так оно и есть. Но почему дураков? Они же все занимаются. Вот это самый баланский процесс, ИГЭ, так называемый. А почему штаты живут по-другому принципу? Почему они как раз наоборот, независимо ты как-то там закончил, если у тебя есть знания и ты соответствующий, то тебя забирают, ты идешь и работаешь в Америке, и там нет тоже бумажки. Я понимаю, что там бумажки, конечно, нужны. Мне кажется, что эти бумажки там скорее формальны. Нет, противоречие, господа. Противоречие не между бумажкой и конкретными знаниями, а противоречие между двумя подходами. Я понимаю, что в Америке почему-то другой подход. У нас знание, которое сопровождается бумажками, и на подход, когда все делается ради бумажки. Что знание это то, что обеспечено бумажками. Я понимаю, почему у нас подход превалирует юридически, а в Штатах, на мой взгляд, превалирует подход как раз... Потому что у нас, собственно, научной деятельности нет, но административная деятельность есть. Я не скажу, как вы ее избавили. Прошу прощения, вот очень похоже, что в Штатах ситуация еще жестче, чем у нас. Почему, что у них наука двигается, а у нас нет? Все публикации, все, большинство, американцы... Да. А мы что сказали про бумажный вихрь? Про бумажный вихрь, а чё ты говоришь? Нет, нечего значит про бумага нет. У нас даже публикации нет. У нас даже публикации нет. Там публикует работу, там делают науку. Публикует, публикует. Вот, всё, не публикует. Там публикует, там делают, а у нас ее не делают. Северно-фактическому университету туалетремонтируют. Появился новый реактор и ремонтирует. Я же тебе говорю, что в Штатах делают науку, создают новое, а у нас нет. Ну чего, не очень создают новое. Я тебе про суперструны уже рассказал. Ты в Штатах, если ты будешь заниматься фундаментальной наукой другой, чем теория суперструн, ты никогда не будешь заниматься вообще наукой никакой. Ну не знаю, тут не могу сказать. Я просто вижу пользу луна, которые проявляются в общемировом пространстве. Ты получишь большое количество? Планшетников, каких-то космических кораблей, научных исследований, космических. Все Штаты. И чего там у нас с космическими кораблями? Ну-ка, расскажи мне, я что-то упустил. Мы даже глазас не можем за это запустить. А система ПРО? Это кто делает? Американцы делают? Да, это вопрос уже. Это же делают? У них же ни одного насилия на наших летают. Нет, ну сейчас просто они отказались. Я понимаю, что они разрабатывают новую программу. Они разрабатывают новую программу, у нас ее просто нет. Понятно. Так и все это тоже, все это возможно. Я опять говорю, что речь идет не о этом. Я не буду оценивать, потому что во речи. О противоречи, да. Нет, все это соберутся. Я просто, почему у нас один подход, а у них работает другой подход. Еще один подход, наверное, тот же самый, но тем не менее, это более просто эффективно. Потому что там эксперты сидят на этой каждой руке, более квалифицированной булатовской карточ. Стоят и господят. То есть фактически во всем мире не существует другого подхода, кроме как юридического. Это большая проблема. Которые работают более или менее эффективно в разных клубах. Это большая проблема. Обратите внимание, что Форд был инженером и одновременно предпринимателем. Он стал на вершине тагмяшник пирамиды. Как и, кстати, Эдисон. Эдисон же был предпринимателем. Ну, я понимаю. Опять же, наука кто? Эйнштейн разве что, он разве бумажкой работает? Подожди, еще раз. Нет. Эдисон разве бумажкой. Это похоже, как финансовый сектор превалирует над производством. Опять же, в экономике. Финансовый сектор это администратор, куда потоки денег направить. А сейчас бы в какой-то штуке было бы. Это, в принципе, вообще везде. На высших должностях сидят не инженеры, хотя люди бывают с хорошим инженерным образованием, а юристы и экономисты. Точно так же и банки сейчас превалируют над производством. Везде так. Вообще есть везде общее превалирование управления над производством. Поэтому в России, как ни странно, есть шансы. Потому что если ты будешь двигаться чем-то другим, в другой парадигме будешь, чем доминирующая научная парадигма штата. То есть как мы, например? Прихлопнут как комара просто. А в России, послушайте, пофиг. Ты можешь где-нибудь сесть у себя на кухоньке. Ну вот мы как-то, как писали. Как этот санжелик Перельма. Да. Да, да, да. Он же вообще не публиковал там десятилетий. Да, просто сидел и работал. Это понятно, что он все-таки общался, по-моему. Ну, общался как-то. Ну так, не в официальном каналах. Мне это еще любопытно. Раньше Игорь говорил о том, что никто ничего не делает только у нас в стране. А теперь получается уже во всем мире. Там народ ничего не занимается. То тем самым будет тем более... Нет, чем-то они занимаются. Но это... Я понимаю. Это более эффективно или это... Я понимаю. Ну, неэффективно. Ну, тем не менее все... Нет, говорите об общении, но так нельзя. Конечно, что-то делается. Конечно, не все так плохо. Нет, ты понимаешь, что можешь в этой рамке парадигмы, ты можешь бесконечно улучшать автомобиль. Сделать великолепное автомобиль. Но у летающего автомобиля, то есть вертолета какого-нибудь или конвертоплана реального. Ну, что-нибудь такого принципиальное. Но ты не построишь. Вот чем-то. У тебя постоянно говорится, что лампочка не является инновацией свечки. Это принципиальный продукт. Нет, я думаю, что просто должна набраться критическая масса требований. Или это возникнет. Но просто на данном этапе это нецелесообразно с точки зрения менеджера. Да. Менеджер будет этому всячески сопротивляться. Да. Потому что с его точки зрения это нецелесообразно. Это нецелесообразно. Как только это станет целесообразным, так с экономической точки зрения это тут же возникнет. Все, ты будешь все время вращаться в этом бесконечном бумажном бихле. Так вот уже новое поколение. Про что говорю? Электромобильный у тебя, пожалуйста, как пример. Улучшение, но все равно уже какое-то кардинальное улучшение. Не кардинальное. То же самое. Просто пока оно еще не нашло... То же самое. То же техническое решение. То же самое. То же самое решение. Это вот сейчас думают, что у нас прогресс это бесконечная череда небольших улучшений. Не, ну вообще говоря, появление компьютеров значительно изменило. Неприемных. Неприемных. Да, неприемных. А на самом деле улучшение это самое. Появился электромагнетизм и все изменилось. Появился двигатель внутреннего сгорания, через 20 лет все его покрылось. Вспомнить 19 век и сейчас 20 век, как все резко изменилось. Вспомнить 20 век и 20 век. Технологии интернета тебе, пожалуйста. Да, это как раз... Глобальные изменения. И это похоже, что как раз не скачкообразные изменения. Типа двигатель внутреннего сгорания. Мне кажется, это скачкообразные. В принципиально. Представляешь, каким образом появление интернета повлияло вообще на развитие... Ну это ладно. Это опять мы понимаем, что как будет развиваться. Но ты сказал, какие-то счастности постоянно появляются. Дело же не в счастности. То есть мы вот это... Социальные, вот эту забавную вещь, не знаю, не удалось ли, наверное, высказать. Высказать вот это чрезвычайное различие между юридическим подходом и... Почему ты высказал? Высказал, да. У меня самоумие оттуда развернулось, что я до него сказал как-то. Не, ну есть это. Я все понимаю, что такое юридический подход. Это подход, который пытается это все... Как это называется? Кодифицировать. Да. Вот условно говоря, вот есть наука. Это каком-нибудь скачическое творчество. Да. Это какой-то беспорядок. А вот кодификация, это попытка вот в это творчество руки засунуть и попытаться все упорядочить. Должно быть вот так. Ну что он превалирует? Ученый говорит, я вот хочу вот так вот. Не, не, не. Должно быть одно, второе, третье. От простого к сложному, по полочке. Вот как раз влияние логики. Кодификация. Нет, нет, нет. Вот классификация, вот прям философия. Вот всегда вот... Начинаешь разговаривать с человеком, а не философом? Он начинает. Это идеализм? Это что? Это идеализм? Да. Так это есть кодификация. Есть философия, как она есть, живая. А есть кодификация. Просто не уже пост, а какая-то кодификация. Нет, понятно. Они потом же... Это все понятно. Я просто пример привожу. Что вот есть как бы творчество, а есть ее кодификация, ее запись. А потом эта запись становится как бы нормом, как бы идеалом. И с помощью с нее все сверяем. Соответствует эта кодификация? Чем ты занимаешься? Что ты занимаешься, допустим, это философия? Сейчас проверим, там, полистаем книжки. Соответствует ли это какой-нибудь... Публикация в том-то журнале, в том-то, в том-то, в том-то. Да. А если не нету, то... Прием возникают забавные люди, которые начинают эти статьи просто кальционировать. А это, по сути, одна и та же статья. Ее никто никогда не читал. Она никому не нужна. Она никому не интересна. Но они ее рассказывают. Это к чему? Это к появлению роликов в ютубе? Что никто не читает? Но мы их туда клепаем. Да. Это очень интересно, что похоже на то, что новое поколение, оно с этим подходом юридическим, или подходом правового устарства, как я называю, оно смирилось, чувствует с ним себя комфортно. И это страшно. Да. Это проще. Вообще-то, если вам подумалось, это же правильно началось строить симулятор. Есть некий общий дух времени, постмоделистический, который состоит в том, на самом деле, что изначальные смыслы того, какая-то деятельность осуществляется, оно просто исчезает и стирается. Все превращается, условно говоря, в игру. Все стирается. Все становится способом выжить, способом осуществлять какую-то деятельность, чтобы именно выживать. Неважно, ты, например, занимаешься наукой. Смотрите на это не со стороны смысла, что такое наука, а со стороны того, приносит это тебе удовлетворение, можешь ты выжить, это соответствует уровню того, чего ты хочешь добиться и так далее. Есть некие внешние критерии, по которым ты оцениваешь, на самом деле, в каком месте ты находишься. Если ты ученый, то должен вроде бы заниматься истиной, а на самом деле ты занимаешься чем? Ты занимаешься тем, что у тебя есть какая-то профессия, если ты зарабатываешь деньги для того, чтобы в семье, семью растить, купить квартиру и прочее. Тем, что стараешься соответствовать симулятору. И это во всем, на самом деле, проявляется. Отправляется во всем. У тебя это симуляционный вихрь, который существует. И самое главное, что идея, вот я все к последнему ролику Сергея Переслегина нарисуюсь. Идея правового государства, это по всей видимости и есть идея, как ни странно, давление этого симуляционного вихря. А где, кстати, находится Игрегер? Игрегер заснет. Вообще? Игрегер заснет. Не, ну на самом деле, если вдуматься, что это такое, это если вдуматься обо всем, почему такое возникает такое явление? Оно возникает в связи с тем, на самом деле, что как бы вот все, что можно было классифицировать, все, что можно было, как я говорю, кодифицировать, оно было сделано и произведено. Это было записано, выставлено в качестве нормы, выставлено в качестве критерия. И вот то, что я назвал экспертами. Что значит быть экспертами? Значит эти кодексы знать, эти правила знать, да и в соответствии с ними как бы мерить реальность. Не мочимся. Линейка есть, есть у тебя. Ты приходишь линейку и измеряешь. Ааа, такой сток это все, значит соответствуешь. Не соответствуешь, значит это... По поводу юридического. Есть ли какая-то взаимосвязь или соответствие, прецедентное или право существует в той или иной стране или не прецедентное римское? Я не знаю. Ничего я не буду это сказать. Это важно. Потому что прецедентное право, оно основано прецедентное. А прецеденты, соответственно, не кодифицированы. То есть они хаотичны. Нет, дело просто не в этом. Раздумано на римское правило. Когда? Есть определенные правила и им соответствуют, и прецеденты подгоняют от этих правил. Ты правильно говоришь про прецеденты. Только вопрос состоит в том, что когда наука начинала подниматься, не было никаких кодексов, не было прописано, что значит наука, какая она должна быть. Каков критерий ученым? Такого ничего не было. А сейчас это все есть. В разных странах есть разные системы юридически построенные. Есть прецедентное право. В штатах, по-моему, прецедентное право, если не ошибаюсь. Соответственно, и там и система тех же вот этих вот кодификаций, она работает лучше, эффективнее. Может быть это и с этим связано? Ну это ясно. Может быть. Не знаю, но нету ощущения эффективности. У нас нет, потому что у нас и система правовая, она непрецедентная. Прецедентная.